Всем привет! Я хочу рассказать вам, как можно пользоваться корейским сайтом, не имея никаких знаний корейского языка. Для начала вам понадобится браузер Google Chrome. Для тех, кто не знает, что это за браузер, это браузер, который представлен компанией Google. Вы можете в поисковике набрать Google Chrome, нажать поиск, и он вам даст результаты, где скачать Google Chrome и установить его. Так, далее есть такой сервис Google Translate. Я думаю, многие с ним знакомы. Допустим, можно взять какой-нибудь текст и перевести его на Google Translate. Допустим, вот мы берем, копируем текст, вставляем на корейском языке, он переводит. Мужские Coolmax брюки, серые 30 дюймов, нет в наличии. Окей. То есть, это базовые вещи. То есть, браузер Google Chrome, Google Translate. Для чего нужен браузер Google Chrome? В браузере Google Chrome есть опция автоматического перевода. Если вы найдете в настройки, в дополнительные и в языки. И в языках есть такая опция предлагать перевод страниц, если их язык отличается от используемого в браузере. То есть, если язык страницы будет отличаться от того языка, который вы используете в своем браузере, то будет автоматически предлагаться перевод страниц. У меня сейчас эта опция выключена. Давайте включим ее и посмотрим, что получится. Вернемся на сайт Atomic.r и обновим его. Обновить. Обновить. Так. Теперь здесь появляется вот такая опция перевести эту страницу. У вас может автоматически выскакивать окошко. У меня сейчас окошко не выскочило, но есть такая опция. Она серая кнопочка. Я могу ее активировать. Здесь логотип Google Translate. Это сервис для перевода. Если я нажму на эту кнопочку перевести эту страницу. Да. Перевести. Перевод. Пожалуйста. Перевод здесь не везде точный. Выглядит не везде красиво, но в целом можно понять о чем идет речь. Он не очень хорошо переводит название, потому что некоторые названия не переводятся, но вот допустим Atomic он не может перевести. Здесь переводят как IAT, ATET, ATEN. То есть везде Atomic слово он переводит как-то везде по-разному. IAT. То есть как может понять. Здесь вы можете найти Hemahim, здоровье, красота, волосы, жизнь, питание, fashion and home. Здесь было написано не совсем чем на корейском. Было написано конглише. Это такое понятие в Корее. Поэтому здесь на английском он показывает вкусности. Здесь можете также выбирать по категориям. Давайте посмотрим на примере какого-нибудь продукта. Например, рассмотрим новинки. Так, в новинке в разделе жизнь, допустим, появились японские ножи. Так, мы видим мино-ножи. Так, мы заходим сюда и видим следующую картину. Категория жизнь. Ножи он перевел немножко странно, но ладно. Так. Здесь картинки он перевести не может, потому что вот эта вся информация, она представлена картинкой. Картинку можно перевести, если сделать скриншот картинку и загрузить это на телефон. Тогда можно будет перевести и посмотреть, что это значит. Как это сделать, я покажу чуть позже. Получается, вся вот эта информация, которая тут отображается, она в картинке. И браузер не может автоматически перевести картинку. Существует специальная программа, которая может это сделать, но мы посмотрим, как все это можно сделать с помощью Google Translate. Давайте посмотрим, как можно перевести текст картинки. Рассмотрим на примере HimaHima. Здесь вот этот текст также представлен картинкой. Мы сохраняем картинку. Так, на рабочем столе. Картинка в Giphy. Окей. Далее открываем наш Яндекс.Транслейт. Здесь у нас уже открыта картинка другая. Так. Вставляем нашу картинку. Он автоматически ищет текст. Здесь установлен корейский язык. Если у вас стоит другой язык, нужно выбрать корейский язык. И он подсветил текст, который он нашел на корейском. То есть он, в принципе, подсветил весь текст, который он смог найти и распознать. Далее нажимаем кнопочку «Открыть в Яндекс.Транслейте». Здесь вот такая кнопочка есть. Точнее, это как ссылка на Яндекс.Транслейт. Нажимаете эту кнопочку и вас перенаправляет на Яндекс.Транслейт. Теперь смотрим. Уведомление о предоставлении информации о продукции в электронной торговле. Вид пищи, производитель местонахождения, здорово-функциональное питание. Корейский научно-исследовательский институт атомной энергии. Так. Здесь адрес. Южная Корея. Дата производства. Срок годности. Сохранение качества в течение двух лет. С даты изготовления. Продукт указан отдельно. Емкость, упаковочные единицы, вес количество, название содержания сырья, информация о питании, возможные побочные эффекты, лекарства для профилактики лечения заболеваний. Так. Не применяются, если затраиваются генетически модифицированные продукты. Объявление. Перевод достаточно относительный. То есть здесь много неточностей в переводе. Но в целом это позволит вам примерно получить информацию. Хотя бы примерно о каком-то продукте, описание которого на корейском языке, и вы не можете найти описание ни на каком другом языке, вы можете попробовать перевести следующим образом. Это можно использовать в работе. Надеюсь, это будет вам полезным. То есть есть сервис Google Translate, где вы также можете перевести текст. Допустим, этот текст можно ставить в Google Translate и посмотреть, как этот текст переведет в Google Translate. То есть здесь перевод может быть точнее, а может быть наоборот. Можно как бы перевести и здесь, и здесь, и посмотреть, что больше подходит по смыслу. То есть вы можете использовать Google Translate, вы можете использовать Яндекс.Транслейт, вы можете использовать автоматический перевод в браузере Google Chrome. И надеюсь, это будет вам полезно. Всем желаю успешной работы и с корейским сайтом, и с казахским сайтом, и с русским сайтом. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok